Одной из мер национальной стратегии действий в интересах детей и вопросов демографии является выплата и средства материнского капитала. Эта возможность появилась благодаря внесению изменений в федеральный законопроект о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Изменения в области поддержки семей с детьми произошли в связи с вступлением в силу новых законов, которые были приняты Госдумой в декабре прошлого года. Одной из мер социальной поддержки малобеспеченным семьям является назначение ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Данная мера распространяется только на второго ребенка и действует до достижения им полутора лет. По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина был принят ряд федеральных законов, которые направились на улучшение демографической ситуации в нашей стране поддержек материнства и детства. В частности, в данном случае, здесь речь идет о федеральном законе от 28 декабря 2017 года, за номером 418, о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей. Государство будет выплачивать в течение полутора лет с даты рождения ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания. То есть, это та величина среднего душевого дохода, до которого имеет право семья на получение ежемесячной выплаты. Если он превышает, то нет. И если говорить о общем доходе на семью, он должен составлять до четырех человек 56 598 рублей, для семьи из трех человек, то есть мама и два ребенка, 42 448 рублей 50 копеек. На данный момент на оформление материнского капитала в пенсионный фонд обратились три семьи. Из них только одна мама пожелала подать документы на новый вид единовременного пособия. Рассчитывать на новый вид поддержки могут граждане России, которые стали родителями или опекунами второго ребенка в 2018 году. Оформить данную выплату можно в отделении Пенсионного фонда России или в МФЦ по месту жительства. Размер выплаты зависит и от конкретного региона, в котором проживает семья. Так, например, в Тамбовской области прожиточный минимум на ребенка составляет чуть более 8,5 тысяч рублей. Ольга Жукова, Александр Прокудин, Новости ТВ Рассказыва.